Добро пожаловать на передачу «Чудеса исцеления». Бог исцеляет, Иисус живой, и Он сегодня действует в нашей стране, в нашей жизни. И я рад очень, что мы можем с вами делиться этими библейскими истинами вместе с пастором Сергеем Марининым, который основатель движения «Священники Господа». Пастор Сергей, добро пожаловать. Я рад за этот день. И мы в прошлый раз с вами остановились на том, что мы говорили о том, какие есть препятствия, возникают препятствия у человека, который решил идти путем веры, путем божественного исцеления, жить в нем и исцелять других. И мы говорили о разных моментах, о том, что его останавливает, о состоянии. И вы сказали такую мысль, что человека может остановить то, что он не понимает процесс исцеления. Что получается, что у исцеления есть процесс? Как он выглядит, этот процесс? Когда мы говорим о божественном исцелении, мы должны понимать какие-то вещи, как это устроено. И когда мы говорим о божественном исцелении или вообще об исцелении в общем, то мы можем сталкиваться с процессом. Допустим, вот есть такие вопросы у людей или мнения, которые говорят, вот за меня молились много раз. И если вот говорить о молитве веры, если говорить о крови, то, что вот, ну, говорит Писание, сколько нужно вообще раз молиться? Вот он говорит, за меня молились и вот эти пасторы, и вот эти служители, и вот эти пророки. А ничего вот, ну, не происходит. И для меня это признак. Даже это не только может быть неверие. Человек действительно может верить, но он как будто, как будто вот его мушка сбита. И тогда просто нужно поговорить. А что он подразумевает? Как вот выглядит это все? На самом деле ему нужно просто дать картинку. И однажды я, это вот как от Бога такая картина была, я увидел такой вот средневековый город с такими, знаешь, стенами, воротами с каждой стороны. И я вижу, как враг полчища приближается, и вот как они начинают атаковать этот город. Вместе с этим, когда я смотрел на всю эту картину, я понимал, что это болезнь и организм человека. Вот что вот этот храм, или вот этот город, это вот организм человека, а полчища, это вот как какие-то проблемы, связанные с болезнями. И вот они атакуют, они заходят в этот город, и когда они заходят в этот город, что там происходит? Там все горит, там, ну, грабятся дома, там, ну, вот, я вспоминаю сразу там Великая Отечественная война кино, когда мы смотрим вот эту вот оккупацию. Блокадо Ленинградов. Да, все вот эти проблемы. Вот. И вот так враг он входит. И когда мы сталкиваемся с тем, что говорит Писание, или тогда, когда мы осознаем, кто мы во Христе, и я вижу вот на этой картине продолжение, что Иисус своим воинством, он приближается к этому городу, и вся вот эта вот нечистая сила, она разбегается в разные стороны. Причем он даже еще туда не зашел, а при приближении вот к этому городу, это вот еще говорит о том, что как мы должны понимать, кто мы во Христе. Это дает нам вот эту вот власть, и где мы осознаем, имеем вот это озарение, что я сын, кто я такой. Часто вообще враг, он вот в виде этих демонов, они, знаешь, могут спрашивать, даже задавать такие вопросы. Однажды я молился за одну женщину, и мужским голосом она меня спросила, ты кто такой? Это говорит о том, что мы должны вот быть в этой позиции, позиции власти, и мы должны осознавать полностью, кто мы во Христе, кто в нас, кто за нас, кто за нами. И Библия очень много говорит по вот этому вопросу. Вот, и тогда мы должны понять, вот этот враг разбежался, да? Что мы видим? Что когда он разбежался, когда Иисус вошел вот в этот город, то улицы-то они продолжают гореть, здания они разрушены, а Иисус уже там. Вот, и получается, тогда я увидел картину, вот, связанную с исцелением, и я понял, что часто мы, молясь друг за друга, мы, изгоняя, врага, врага, мы должны продолжить восстанавливать то, что разрушено. Это и является вот этой молитвой веры. Когда мы начинаем приказывать уже телу, мы приказали вот этому духу, который атаковал, потому что я уверен, что за большую часть болезни это вот связано с духовными вот этими демоническими личностями, духом немощи, да, проявлениями, да, вот, и изгоняя их, мы попадаем вот в этот процесс восстановления тела, вот, и получается, мы приказываем также телу, потому что клетки, внутренние органы, кровь, костный мозг, все слышат, и если ты понимаешь, кто ты такой, и ты делаешь это по вере, то написано, все повинуется пред именем Иисуса Христа, все преклоняется пред его именем, и тогда человек, он сталкивается с каким явлением, если он вот этого не понимает. Обычно мы молимся, и мы спрашиваем, ну что, то есть какая реакция сейчас, да, что ты сейчас чувствуешь, он может вообще ничего не чувствовать, и тогда для него это будет сразу проявлением таким вот неверия, ну, ничего не происходит, и он думает, что ничего не происходит, и на самом деле, даже если из него изгнали этот дух, закрыли эту проблему, закрыли этот вопрос, это очень быстро возвращается, потому что он разочарованный отходит, идет уже своей дорогой и думает, ну да, что-то не пошло, не понимая вот этих процессов, и человек, вот, когда он приходит на молитву, он должен понимать, как устроено вот это божественное исцеление, это обычно две части. Первое, когда мы молимся, мы должны, ну, приказать вот этому духу, как ты говоришь, дух немощи, да, или дух какой-то вот конкретный, который атаковал, это может быть связано и со страхом, и с какими-то твердынями, это что-то может быть связано с непрощением, это в любом случае Дух Святой может нам показывать, открывать, или сам человек, он может поделиться, что за проблема, вот, что за переживание, может быть, это какой-то грех, явный грех, где человек должен исповедоваться, и это также будет, вот, первой частью, о которой я говорю. Вторая часть, когда мы закрыли этот вопрос, это восстановление тела. И вот если человек понимает то, как это происходит, вот, я возложил на него руки, и если это не чудотворение, если это не мгновенное такое, вот, проявление исцеления, то часто это будет связано с процессом, и это значит, я приказал, демоны ушли, или вот этот Дух ушел, и тогда он может переживать еще какой-то дискомфорт, и даже боль может быть оставаться. И я могу продолжать, применяя как метод, вот, ну, то есть до конца, я могу молиться и вот приказывать телу, и если у меня достаточно времени, если нет, то этот человек, он уходит от меня не пораженный. Если он понимает, он уходит в вере о том, что я сейчас свободен, и следующая молитва, она будет уже не с нуля, будет продолжать вот это, продолжаться вот это восстановление. Но если он этих вещей не понимает, это снова и снова, когда он уходит, как будто ничего не произошло, это все быстренько возвращается, и он ходит вот по кругу, и каждый, вот, кто молится за него, также, может быть, не понимая вот этих вещей, они просто попадают вот в этот круг, и вот как по кругу. Получается, мы, если мы помолились за исцеление, и этому Духу приказали, допустим, мы в разных городах, там, ну, как-то не будет контакта с человеком. Неважно, этот человек, он может прийти даже к другому человеку после этого. Если он уже наставлен... Его нужно наставить. Его нужно наставить обязательно. Когда мы исцеляем людей, мы должны вразумлять, мы должны наставлять, потому что исцеление нужно удержать. И там тоже целая стратегия. Во-первых, свидетельство. Мы побеждаем одеяло словом крови Агнца и словом свидетельства. Это очень важно. А я должен воздать всю славу Богу, я должен рассказать, я должен сам через это утверждаться, утверждая других людей. Причем на этом всегда будет пророческий дух. Пророческий дух вы имеете в виду, что будут люди, которым ты расскажешь, и это им будет вот как бы вовремя, да? Да. В Откровении, в 19 главе написано, что там ангел разговаривает с Иоанном, и он говорит, в тебе свидетельство Иисуса Христа. И на этом пророческий дух. Когда ты вообще говоришь о Христе, когда ты свидетельствуешь о Христе... О том, что он сделал. Да. На этом пророческий дух. Что это значит? Это значит, что ты являешься сейчас голосом от Христа, голосом Христа. То, что он сделал в твоей жизни. Что ты переживаешь? Это и есть пророчество. Что сегодня церковь является пророческим голосом для этого мира. В чем оно? В том, что я свидетельствую о том, что Иисус сделал в моей жизни. И вот когда человек узнает, как устроено, как вот... Процесс. Процесс. Полную картину. Вот этого исцеления, да. Ему гораздо проще тогда верить, удержать это. И я сказал уже, первая часть – это изгнать. Вторая часть – это восстановить тело. Получается, вот он ушел. У него... Мы его наставили. Но еще симптомы раз... Может быть, даже он почувствовал, что, слушай, колено не болит. Но он идет. Завтра, допустим, просыпается. И чувствует, что, ну, как будто бы это вернулось. Как будто бы симптомы. И он уже должен знать, что вернулся не дух. Вернулась не эта проблема. А это связано с телом. Ага. Это связано с физиологией. Нарушены какие-то процессы уже были. Что их нужно, да, восстанавливать. И вот эти вещи он должен знать. Потому что вопрос веры, вот, вот, вопрос вот этого знания, это становится вопросом веры. Его наставили, и он понимает то, что мы изгнали эту проблему. Написано, что я теперь исцелен. И вот этот процесс, он запускается. Если на меня возложили руки, то исцеление, оно произошло. Это значит, оно продолжает происходить. Что это значит? Когда Иисус-то к городу подошел, они уже убежали. Но, тем не менее, город-то разрушен. И тогда Иисус с этими ангелами, он заходит в этот город и начинает его восстанавливать. Это, ну, настолько типичная картинка после вот тогда, когда идут войны, вот эти разрушения. Да, нужно созидать, нужно восстанавливать. И вот исцеление похоже на эти процессы. Если человек знает, что из него изгнали, я свободен. И сейчас вопрос времени вот этого восстановления, когда уже каждая молитва, она не с нуля. Восстанавливается вот все, какие-то этапы, какие-то вещи. Ты их можешь не видеть, но через какое-то время ты понимаешь, ты чувствуешь. И что тебе позволяет принимать это? То, что ты наставлен. То, что когда какую-то ты чувствуешь боль, ты не говоришь, ой, это дух вернулся. Ой, у меня снова это... Тогда ты ничего не понял. Если ты встал на слово, все. Этот процесс, он обязательно, у него будет, ну, точка B. То есть у него будет результат. Это вопрос времени. Бог за тебя. Ты должен знать всегда, что Бог за меня. Если на меня возложили руки. Это самое вот позитивное мышление, то, что говорит слово. Не то, что я сейчас чувствую, а то, что исцеление – это семя. Это семя. Слово Божие – это семя. И вот когда на тебя возложили руки, это семя, оно вошло в тебя. И теперь, насколько вот это само собой будет происходить, как написано в Марке в четвертой главе, земля сама собой стала вот производить вот этот результат, вот этот колос, вот этот плод. Но тогда ты должен его принять. И там написано, что тот, кто положил семя, он сидит и ждет. И он не видит. Он не видит, что происходит внутри. Он не видит, что происходит в духовном мире. Но он знает. Если на меня возложили руки и сказали ранами Иисуса Христа, ты исцелен, тогда я должен войти в этот процесс и быть частью этого процесса. Первое. Из меня изгнали. Все, я свободен. Теперь идет созидание. И вопрос времени, он связан с этим вопросом веры. И вот этого правильного знания. Изгнать это самое легкое. Понимаешь? Если ты понимаешь, кто ты во Христе, тебе не обязательно даже вот что-то бла-бла говорить. Ты пришел, и дух, вот этот нечистый дух, он имеет колоссальную интуицию. Он понимает, кто перед ним. Понимаешь? Да. Он говорит, я знаю Иисуса, я знаю апостола Павла. И он знает тебя, если ты знаешь, кто ты. Если ты, ну, я не знаю. Самое главное, надо сказать во имя Иисуса, не забыть. Все, ты поплыл. Он это видит. Я думаю, что тысячи людей сталкивались с тем, что они молились, верили, но как будто бы нет ничего видимого. Да, за меня молились, и вот этот, и вот этот, и 25 раз молились. И вот, и человек, он впадает вот в то, что из него изгоняют, приказывают, во имя Иисуса выйди. Что ты сейчас чувствуешь? Да ничего я не чувствую. Город разрушен. Да, болит вот еще, то есть, как бы, все, мы понимаем, ага, какой-то процесс. И я, как вот человек исцеляющий, как ученик Иисуса Христа, я также должен знать и объяснить ему. Послушай, я изгнал, и сейчас все это время, каждый час, каждый день, это созидание. И даже куда бы он ни шел, моя вера уже, она прицеплена за эту проблему, как якорь. И даже молюсь или я не молюсь, в любом случае, вот это вот духовное взаимодействие, оно существует. Если мы, я или он сказал, ой, что-то не получилось, вот у меня как бы, как болело, так и болит. Все, это превращается сразу в состояние неверия, и все быстро возвращается. И он снова идет к следующему, с нуля. И там происходит также вот этот вот замкнутый круг. И вот это явление, оно самое распространенное в церквях. Люди просто не понимают, вот как это устроено. Интересно, что Иисус говорит, возложите руки на больных, и они будут здоровы. Не, возможно, будут здоровы, там никаких условий нет. Это аксиома. Он говорит слово «будут». С одной стороны, это будущее, но он это говорит на основании уже то, что произошло. Ранами Иисуса Христа ты исцелен. Прошло. Да, и если ты встанешь на это слово, ты будешь. И ты можешь быть в каком-то процессе. Ты будешь исцелен. Тебе нужно принять это. Да. Вот это семя. И оно обязательно прорастет. Я еще сталкивался с тем, что люди, допустим, они начинают, вот в этот процесс входит восстановление, и они просят Бога. Бог исцели. Но правильно я понимаю, что когда мы в процессе восстановления, то мы обращаемся к телу и говорим, будь во имя Иисуса восстановлен. Вот у нас в команде есть врачи, и я их специально прошу для того, чтобы каждой болезни было вот, ну, несколько таких моментов. Вот если это сахарный диабет, то мы должны вот знать несколько пунктов, чтобы приказать каким-то процессам, которые связаны с этой болезнью. Допустим, там, восстановиться вот этому, уйти вот этому, или появиться вот этому, что связано вот, это тоже как подход, как метод. Мы очень локально разговариваем, приказываем организму, внутренним органам, и клетки, ткани, они слышат. И это как метод, и мы используем его очень локально, очень конкретно. То есть мы приказываем, и мы верим, что в этот момент процесс происходит восстановления, клетки восстанавливаются, материалы там разрушены, там хрящи, все восстанавливаются. И этот процесс, мы в нем как бы утверждаемся, провозглашаем, его поддерживаем, вот стимулируем до того момента, пока мы не придем в полное, вот в отсутствие симптомов. И если симптомы приходят, то мы приказываем. Ты должен знать всегда, что они не приходят, это не приходит вот, это сама проблема, а это вот, это такие вот атаки. Это как бы ложь, можно сказать. Да, связанные с ложью. И вот эти симптомы, тебе просто нужно знать, эти симптомы, они быстро уходят. Если ты вот знаешь, что ты не принимаешь, то есть я свободен, на мне кровь Христа, я наставлен в этом, у меня есть защита, я принял Христа. Да, если ты не верующий человек, вот, то вот так. Божественное исцеление во мне. Слава Господу, дорогие. Иисус умер за нас и пострадал за нас, чтобы мы были исцелены, чтобы мы жили в божественном исцелении и исцеляли других. Да, благословит вас Господь. Смотрите следующие серии передач о божественном исцелении. У меня у дочери был очень сильный сколиоз. Настолько было сильное искривление позвоночника, что как бы разворот тела шел. Одна сторона выше получала, другая ниже. И грудная клетка очень сильно кость выпирала. Я очень переживала и, ну, ходили к врачам, но врачи толком ничего не могли сделать. И когда мы пришли на служение исцеления, и брат Сергей Маринин попросил мою дочку соединить руки, без преувеличения они не сходились просто вот так. То есть это говорило о том, что сильный сколиоз. И после молитвы руки сошлись, вот что говорит, наверное, о том, что Господь исцелил, восстановил эти кости. И это просто чудо, Господь творит то, что хочет на этой земле. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!